World of Warships — это не только исторические морские сражения, но и огромное разнообразие интересного контента. На Хэллоуин были битвы с морской нечистью, в январе — баталии на аниме-кораблях, а прямо сейчас и до 25 апреля вы можете поучаствовать в экспансии космоса. Регистрируйтесь по ссылке в описании и получите легендарный крейсер «Аврора», 3 миллиона серебра и доступ к режиму «Космический бой». Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Спустя 8 лет после появления «Черной вдовы» в киновселенной, Марвел наконец расщедрилась и подарила ей сольник. Скарлетт Йоханссон светится от счастья, фанаты предвкушают горячие экшн-сцены, и только студия хранит молчание. Из «Омстителей 4» все проекты строго засекречены, и новости приходится получать от садовников-актеров. К счастью, есть мы, и в ближайшие несколько минут вы узнаете, есть ли у нас шансы получить экранизацию истории в Будапеште, когда выйдет фильм, и, конечно же, о чем он будет. Но для начала устроим самую жесткую битву в истории Geek Movies и коронуем главную красавицу Марвел. Кроме Скарлетт, к битве допущены все, начиная от Алой Ведьмы и заканчивая Дейзи из Агентов Щит. Оставляйте голос за свою кандидатку в комментариях, и мы определим победителя. В Дейзи такой вопрос не стоит. Судя по нашим описаниям в прошлом видео, Галь Гадот своровала сердечки миллионов. По-хорошему, сольник «Черной вдовы» должен был выйти году эдак в 2013-м. Ведь Скарлетт Йоханссон дебютировала в киновселенной раньше, чем половина ребят, получивших свои фильмы. Но Голливуд тогда был другим, и Марвел не верила, что женский блокбастер будет иметь успех. «Чудо-женщина» доказала фатальность ошибки, и, понимая, что здесь Дейзи утереть нос не получится, студия решила взять количеством. В январе этого года к капитану Марвел присоединилась и Наташа, а фильм сразу же оброс подробностями. У него уже есть сценаристка, работающая над Стражами Галактики, а сама Йоханссон принимает активное участие в разработке проекта. Не мудрено, ведь девушки обещают 25 миллионов гонорара. Такой цифры не видел никто, кроме Дауни-младшего. И пусть громких заявлений не поступает, статистика говорит о том, что между началом работы и выходом фильмов Марвел проходит 2-3 года. Так что мы ставим на выход 7 августа 2020-го. Эта дата до сих пор не занята никем. Что же до сюжета? Варианта 2. Первый – Наташа гибнет в Войне Бесконечности, и мы получаем приквел о ее жизни. В такой расклад не верится, ведь Марвел не из тех, кто снимает первую часть, не думая о второй. Поэтому мы ставим на то, что Черная Вдова переживет события Мстителей 4. Скарлетт всего 33 года, она в самом расцвете сил, и способна играть Наташу лет 10, как минимум. Правда, это не отменяет факта того, что действия проекта развернутся в прошлом. Мы знаем о госпоже Романофф немного. После обучения в красной комнате КГБ и стерилизации, девушка успешно превращала в чашлык неугодных по всему миру. Настолько успешно, что ей заинтересовался Ник Фьюри, послав Клинта Бартона убить врага. Соколиный глаз ослушался и рекомендовал перевербовать Наташу, что в итоге и случилось. Здесь-то мы и подходим к двум ребятам, без которых фильм «Вдовы» снимать никак нельзя. Настоящим аналогом «Чудо-женщины» станет не Капитан Марвел, а фильм «Скарлетт». Как и в DC, где Галь Гадот, сидя в настоящем, вспоминала прошлое, так и в «Черной вдове» будет логично, если после событий «Мстителей 4» Наташа найдет фото, к примеру, погибшего Соколиного глаза, и впадет в ностальгию по старым временам. Чего стоит таинственная история Будапешта, которую они с Клинтом помнят по-разному? Многие считают, что это была одна из первых миссий Наташи в качестве агента ЩИТ, но более вероятно, что как раз там агент Бартон перевербовал «Вдову», и именно поэтому у них разные воспоминания. Вообще, слова о Будапеште в «Мстителях» не имели двойного дна. Джосс Уидон признавался, что включил их для нагнетания таинственности, однако позже Марвел ухватилась за идею. Во втором фильме о Капитане Америке есть примечательная удаленная сцена. Когда Наташа сливает в интернет данные Гидры, злодей спрашивает, готова ли девушка к тому, что весь мир узнает, кто она. Он вновь упоминает Будапешт, Осако, а также таинственную детскую комнату. Забавно, что именно тогда появились первые слухи о сольнике-вдовы. Марвел не дала зеленый свет проекту, и сцену вырезали из финальной версии. Но то, что уже в то время в сценарии значился Будапешт, сомнению не подлежит. Более того, фраза о детской комнате отсылается на обучение в КГБ, где с юного возраста девушек превращали в убийц. Как минимум эти две детали биографии в сольнике появятся, что здорово, ибо позволит включить в проект Джереми Реннера. Заодно отсутствие соколиного глаза на постерах Войны Бесконечности в Марвел не кинул камнем, только ленивый. И логично, что когда студия даст ему фильм, фанаты ответят взаимностью. Учитывая, что ребята сравнивали Будапешт с нашествием Читаури, там случилась масштабная мясорубка. Кевин Файги обещал возможные фильмы с высоким возрастным рейтингом в будущем. И «Черная вдова» напрашивается название «Первопроходца». Схема идеальна и похожа на правду, но есть одна проблема – и имя ей «Красный воробей». Все, о чем мы сказали выше, было рассказано в картине с Дженнифер Лоуренс. Фактически, это и есть приквел «Черной вдовы». И Марвел попала в затруднительное положение. Теперь шуток в плагиате не избежать, и не исключено, что студия откажется от идеи приквела, сосредоточившись на событиях настоящего. На это намекнула и Скарлетт Йоханссон в своем интервью. Она рассказала, что было бы здорово посмотреть за жизнью «Вдовы» после «Мстителей 4». С огромной вероятностью команда распадется ввиду гибели ключевых членов, и жизнь супергероев станет грустнее. Второй фильм о «Человеке-пауке» расскажет о последствиях «Войны бесконечности». Однако не стоит забывать, что Питер – подросток. «Возвращение домой 2» однозначно сделают веселым. Вернут Паркера в школу и запилят локальную историю. А вот тертая жизнью вдова сможет рассказать больше. Не исключено, что после ухода Тони Старка и Кэпа Ник Фьюри захочет воссоздать щит, чтобы защищать планету. И вот тут-то выжившая Наташа и выйдет на первый план. Террористы, бандиты и способные пережить любую бурю нацисты – все это с уходом Железного Человека вылезет наружу. Сэмюэл Джексон уже говорил, что роль Ника Фьюри в будущем увеличится. И это косвенно подтверждает нашу теорию. Если Марвел даст добро на высокий рейтинг, то вдова может стать Джоном Уиком в юбке, сея ужас на плохишей и помогая щиту сохранять порядок. Вместе с ней может работать и соколиный глаз, которому каждый прохожий предрекает смерть семьи. Учитывая, что и Халк может отправиться на небесный курорт, отношения двух ребят без суперспособностей, переживших знакомство с героями и их гибель, будут невероятны. Против романа «Вдовы» и агента Бартона не будет никого, и миллионы совместных фанатских постеров тому доказательство. Если отвлечься от теорий, то комиксы предлагают не менее интересные варианты. К примеру, серия под названием «Больше никаких секретов» рассказывает о реинкарнации Красной Комнаты и новом поколении Черных Вдов. Наташа хочет остановить безумие, но сталкивается с одной из учениц. История впишется в киновселенную, одновременно позволив раскрыть прошлое самой Наташи. Девушки-злодеи в наше время на коне, и будет здорово посмотреть за битвой двух суперсолдатес. Бойня может стать еще круче, если поместить на доску Елену Белову. Для тех, кто не в курсе, это еще одна Черная Вдова из комиксов. После предательства Наташи из Елены вырастили очередную супершпионку. Белова стала единственной, кто смог хоть как-то приблизиться к финальным результатам ее тестов. Большую часть истории девушка была одержимой идеей увидеться с госпожой Романов, чтобы доказать свое превосходство. Причем однозначно плохой назвать ее нельзя. Елена иногда объединялась с нашей героиней, чтобы надрать задницы плохим парням. Было бы здорово увидеть даму, которая долгие годы не могла подобраться к Наташе из-за ее влиятельных друзей. Но после Мстителей 4 все стало проще. И, к примеру, во время одной из миссий для Ника Фьюри вдова столкнется с другой вдовой. И начнется мясорубка! Это, пожалуй, самый реалистичный вариант сольника. С одной стороны, Марвел введет в киновселенную еще одну героиню, а с другой получит интересную историю, которая понравится фанатам. Скарлетт Йоханссон уже заявила, что мы увидим самый необычный сольник, который будет отличаться от других. Хочется верить, что причина тому рейтинг R и зубодробительно жестокая история девушки-шпиона. Правду мы узнаем совсем скоро. А пока вы уже в курсе всего, что связано с сольником Черной вдовы. Наша миссия закончена. И если вы хотите увидеть фильм в 2020 году, обязательно ставьте лайк под видео и не забывайте голосовать за принцессу Марвел. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok